А так получилось, что почему не жили родители? Из-за работы? То есть это тоже было связано с тем, что он в Болгарии был востребован как актёр? Да, я думаю, что прежде всего такая причина. Хотя надо отдать папе должное, он очень хотел быть с мамой. И у них была любовь совершенно какая-то невероятная. Я не могу этого знать, потому что я была маленькая, но мне рассказывала мамина подруга Наташа Верова. На тот момент они вместе учились в студии Завадского, и они тогда очень дружили. И она мне... Вот мы сейчас написали книгу про маму, и там очень много тоже про это есть, и скоро выйдет... Вы говорите «мы». Что значит «мы» написали книгу? А, я сейчас... Да, да. Но я сначала закончу. Дело в том, что она мне рассказывала, что это была такая какая-то невероятная, какая-то нежная любовь. Они когда не виделись долго, они так друг к другу стремились, и так хотели быть вместе, и папа специально приехал в Москву. Он очень хорошо говорил по-русски, и он хотел здесь начать карьеру. Но знаете, как бывает у двух творческих личностей, у одного человека идёт всё сразу в гору, как было у моей мамы, сразу после студии, просто у неё тысячи предложений были. И в кино, и в театре у неё всегда были роли. А у папы нет. Папе было сложно, хотя он был тоже... Именно здесь было сложно. В Москве. В Болгарии, потому что я знаю, что он был там. Да, в Болгарии, да. И поэтому, в общем, вот именно вот такая несостыковка произошла. Но я думаю, что... Ну, что же, они мирно расстались, знаете ли, они не ссорились, и мама, я никогда от неё не слышала плохого слова о папе. Ну, что-то какие-то были такие моменты. Ну, да, только сказала ты фамилию, возьми мою, когда паспорт будешь получать. Да, сказала. Однако. Сказала. Ну, она просто сказала, зачем? Ну, папа там далеко. Ну, что ты вот, мол... Ну, как-то... Она, видимо, посчитала... Она же понимала, что вы будете в 16 лет, она же понимала, что вы тоже будете актрисой. Она не знала. Нет, да? Ну, нет, тогда нет. Я сама не знала ещё, честно вам скажу. Ну, как? Вы же... Нет, не знала. Я до самого последнего момента сомневалась. Но она, видимо, посчитала... Вот я ещё раз вам говорю, я была очень стеснителем и скромным ребёнком. Никто бы не мог даже подумать, что я стану тоже актрисой. Я сама. Я тоже от себя такого не ожидала. Мне было страшно, жутко. Вообще, это было какое-то преодоление неимоверное. И, видимо, мама посчитала, что фамилия, сила фамилии мне поможет в каком-то смысле. Ну, наверное, да, в каком-то и помогла, а в каком-то и нет. Ну, да, потому что вот это всегда, когда сравнивают, это... Ну, невозможно же быть клоном, да? Вы похожи, но у вас своё есть лицо. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.